так привет всем самодельщикам за голоса сразу извиняюсь потому что голоса нет голос после одной проблемы не восстанавливается о чем речь пойдет хочу сегодня рассказать вам показать свой способ сдваивания колеса и хироскутерных колес вот это хироскутерное колесо обмотка она самая слабенькая железо 18 и 3 проволочки всего лишь здесь тоже 18 и здесь тоже 18 то есть это два железа самых слабеньких колес хироскутерных для чего сдваивать колеса для увеличения мощности это все знают обычно берут два железа два железа берут соединяют вместе получается общее железо если допустим вот эти два железа по 18 миллиметров соединить вместе получится где-то 36 36 ширина железа и магниты если тут тоже видите магниты вот по 20 миллиметров но 18 тоже тоже получается и если соединить тоже общая масса получается 36 миллиметров но это к примеру можно брать сразу 25 миллиметровые соединять будет 50 можно брать два железа по 30 будет 60 миллиметров ширина и так далее это всем понятно так вот все берут два железа вместе на одну оську одевают и делают обмотки но туда чтобы уложить больше проволоки чтобы уложить больше проволоки уменьшают количество витков если к примеру в этом колесике три витка ой три жилы то здесь 18 витков соответственно если 5 жил то здесь получается где-то 12 витков может 11 на 30 миллиметровом железе здесь на 20 миллиметровом 18 витков этого тоже очень плохо тогда пристрашивание железа у нас получается общая масса допустим 60 миллиметров да если 2 по 30 туда там обычно мотают 5 витков 5 витков и сколько уже влезет жил там может 9 жил и сколько там влезает вот что намотать на зубы получается типа очень мощное колесо но вот эти 5 витков это есть проблема их очень мало и очень мало 5 витков потому что вывешено вывешено положение на хвостом ходу эти пять витков такое железо они дадут допустим скорость 70 километров в час на вывешенном положении но если сесть на самокат допустим доездник 90 килограмм или 80 он 50 больше не разгонится вот чтобы разогнать 50 километров в час достаточно 8 витков 9 витков вот если намотать сюда 9 витков на это железо сдвоенные 9 витков если намотать оно выйдет на свои оно на холостых допустим будет показывать 50 километров может 55 не знаю вот при 48 вольтовой системе если сесть на него и ехать оно тоже выйдет на все свои обороты понимаете к чему я клоню если делать 3 витка намотать на зуб 3 витка вывешено положение оно будет 90 ехать показывать но если на него сесть оно и 40 не поедет ему тяжело этими тремя витками крутить колесо нет тяги скорость есть обороты есть а тяги нет если же сделать вместо 5 что их мотают все намотать 8 витков 8 витков сделать 8 витков тогда оно что вывешено положение в холостом ходу будет допустим 50 километров час 55 не знаю надо мерить и когда уже наездник будет на нем оно тоже выйдет на свои обороты мощность колеса хватит раскрутить свое колесо на те обороты которые оно на холостом ходу вот самое главное в чем причина тогда оно не будет греться и оно будет ехать повторюсь у меня на самокате самодельным полноприводом два колеса по 350 ватт стоят два колеса по невышенном положении они при 48 вольтной системе показывают скорость 43 километра в час я сажусь на него 97 килограмм свои сажусь на это самокат и оно тоже выдает 43 километра в час оно меня гонит то есть оно в любом положении выходит на свои обороты максимально вот но если же сделать допустим вот сдвоить сдвоить железо ну как все делали допустим 30 плюс 30 60 миллиметров и намотать не 5 витков как мотают а 8 витков тогда получится меньше жил но чтобы чтобы намотать бывший жил надо намотать меньше витков моя система такая я приготовил да уже намотал кое-как коряво намотал первый раз мотаю вот моя система такая я вот намотал два железа на 4 витка 12 жил это пробное это пробу я взял обаякные колесики лишь бы так лишь бы попробовать принцип сам понять принцип вот здесь меня на каждом зубе работа на 4 витка 12 жил здесь тоже 4 витка 12 жил я их дальше вот как буду подключать они меня будут сидеть раздельно то есть здесь между ними будет где-то сантиметр расстояние между катушками вот между между ними между железом будет расстояние где-то сантиметр я их хочу сделать последовательно вот эти четыре витка эти четыре витка они прошли вот значит зашло начало да начало допустим синий провод левый синий провод с колеса пошел и обмотка намоталась полностью и уже выход выход я перекидываю сюда на начало на начало фазы то есть конец первой фазы я привожу на начало первой фазы на этом железе понимаете получается меня здесь 4 витка прошло закончилась фаза переходит на этот диск здесь тоже 4 витка своя фаза в общем получится две фазы соединенные последовательно и мы получим на выходе на выходе не 4 а 8 витков 8 витков и 12 жил в диаметре или как его сказать ташина я думаю суммарная суммарная ее будет вот 4 4 витка получается 8 витков у меня получится общих с намоткой 12 жил оно по идее должно выйти на свои обороты допустим 50 километров в холостую и оно должно выйти 50 километров под нагрузкой вот что главное попробую что из этого получится у меня уже все готово сварил два вот там агита сварил здесь расстояние между ними это будет вот крышка вот крышка вставляется 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 сюда вот затем вставляем вставляем сюда свое свое колесо вставляем затем вторая крышка вот вторая крышка и все это и все это будет соединяться вот такими вот болтами вот все будет вставляется болтами понятно как да вот ширина получается мотор колеса это самый слабенький колесик самый слабенький колесики 18 миллиметров железо и магнит сумме оно должно получиться 36 миллиметров но что из этого аграя увидят не знаю посмотрю в следующем видео